Блин, ё-моё, вы серьёзно, вы сейчас серьёзно вот этот пример привели, чтобы показать, какая в России экономика сильная, ё-по-на-мать, ща расскажу. Вы хоть знаете, что такое внешний долг? Вам, наверное, там Путин рассказал, что внешний долг, это когда вам плохо, вы пошли взяли в долг, да, это внешний долг страны. На пальцах объясняю, чтобы построить какой-нибудь огромный завод, и чтобы этот завод влиял прям, радикально влиял на экономику страны, нужны большие бабки. И этих бабок у страны нет, потому что они хотят выйти на новый уровень. К примеру, у вас в стране всего 1 триллион долларов, а вы хотите завод за 1 триллион долларов. Вы же не продадите всю страну, все постройки, всю экономику свою, правильно? Всё до последнего болтика, всех людей. Нет, вы создаёте хорошие условия для инвестиций. Мега-корпорации, крутые инвесторы, хэш-фонды и банки вливаются в вашу страну для того, чтобы построить этот завод. И когда этот завод построен, он начинает приносить по полмиллиарда каждые 5 лет, по полмиллиарда долларов. Представляете, какие бабки у вас уже начинают копиться в вашей стране? Это только налогов. А помимо этого, у вас ещё начинает богатеть народ, который там работает. Следующее, вы начинаете экономить, потому что вы теперь не закупаете эту продукцию у других стран. Она у вас производится. По этой причине нормальные богатые страны создают экономические условия для того, чтобы инвесторы могли вливаться, чтобы страна развивалась. И чем выше этот долг, это говорит только о том, что есть в этой стране доверие со стороны инвесторов. Тупые вы. Посмотрите, внешний долг у самых нищих стран, те, которые воюют постоянно. У них там будет 5 тысяч долларов долга. Почему? Потому что никто не будет туда вливаться. Чтоб вы понимали, для постройки одного реально мегазавода нужно около триллиона долларов одного, а может даже и двух. Теперь задумайтесь, почему в России нет ни одного мегазавода? Посмотрите на внешний долг. Почему никто не доверяет России? Посмотрите на Украину. Ещё один пример. Южная Корея 40 миллиардов долларов засунула в воду. Просто в воду. Что сделала? Отсыпала 600 гектаров моря, сделала землёй, чтобы построить новый смарт-город. Новый смарт-город Сондо. Он у меня вот здесь, через дорогу находится этот город. Я там каждый день работаю. И этот внешний долг приносит колоссальную помощь для страны. Тупые вы мои.